приветствую вас дорогие друзья с вами я анастасия час сегодня понедельник 17 октября я поздравляю вас с началом новой недели надеюсь она началась у вас хорошо на позитиве приятная радостная и это очередной обзор на текущую неделю и так на экране у нас пара евро доллар какие ожидания у нас по этой паре на эту неделю значит тренд у нас показывает нисходящие то есть что мы пока еще будем двигаться вниз вот я провела вот как показала денежный индикатор посмотрите пожалуйста понаблюдайте проведите сами такие линии вы поймете о чем я говорю да чтобы вам было это более доступно понятно итак смотрите что нас ожидает куда мы можем двигаться в каком диапазоне на этой неделе значит вот мы открылись следующая цель я думаю что мы можем откатить аж до уровня сначала первоначальная цель сейчас я скажу это где-то один сто три шестьдесят девять но один сто три семьдесят и следующая выше цель это сейчас скажу так здесь плохо видно один сто шесть тридцать восемь один сто шесть сорок где-то вот так это мы можем откатить до этих уровней первоначально вот один сто три сорок три там 39 ну вот где-то так и следующий если мы прорвемся и закрепимся один сто шесть пятьдесят один и потом дальше будем продолжать движение вниз возможно потому что цель внизу вот она здесь на пересечении один ноль девяносто два сорок и если мы закрепимся ниже вот этого уровня один ноль девяносто два сорок значит еще дорога открыта мы можем аж сюда вниз один ноль восемьдесят сорок семь ну ноль восемьдесят пятьдесят где-то вот так вот такие ожидания такой диапазон возможен на этой неделе то есть я повторюсь еще раз откат до уровня один сто шесть шестьдесят четыре шестьдесят пять это при условии что мы закрепимся выше один сто три тридцать девять шестьдесят девять ну здесь немножечко как бы может быть колебаний там 10 20 пунктов потому что не совсем тут мне прям точно вот показывает но где-то так в пределах вот этого диапазона это относительно евро доллар ну давайте посмотрим на днях что нам показывает евро доллар сегодня какие ожидания так это какие ожидания но на днях вот нам показывает что мы тоже продолжаем движение вниз пока что еще но видите на данный момент мы откатили вверх то есть вполне возможно что может быть концу дня будет пересечении там пару дней может быть еще денечек мы будем подниматься вверх до чтобы отработать вот этот вот откат а именно вот если взять на сегодня посмотрите мы находимся пока на минутках вот оттолкнулись от волшебного индикатора находимся выше так что вполне вероятно мы будем двигаться еще вверх потому что вот есть цель здесь разворотная линия дня на уровне 101 101 36 и возможно мы к ней и идем потом будет опять-таки продолжаться движение вниз и так на очереди у нас следующая пара это пара доллар франк какие ожидания у нас по этой паре недель на неделях значит недели нам показывать что у нас продолжается восходящий тренд видите но пока что и до идем в откат вниз первая цель в откате до должен есть 0 986 55 ведь у нас сформировался такой прям восходящий канал то я провела линии даже вторые не стала проводить и следующая цель у нас вниз откат возможен до 0 983 80 где-то вот так вот можем откатить ну как правило вот где-то вот здесь все таки 0 986 37 но может чуток ниже и пойдем дальше вверх цель вверху значит первоначальная цель это 0 994 63 и следующая цель это 0 999 66 какая цифра красивая 0 909 66 но где-то плюс-минус 10 20 пунктов я вполне допускаю той даже и все 50 вот вот такие ожидания у нас по паре доллар-франк тренд повторюсь восходящий на этой неделе пока что мы идем в откат вниз вот такой вот диапазон что относительно сегодняшнего дня давайте посмотрю относительно сегодняшнего дня но показывать что мы тоже как бы пересеклись и пойдем вверх но для начала вот мы пока что идем вниз то есть идем в откат давайте посмотрим что показывает вот мы идем к волшебному индикатор на пятнашках посмотрим что на минутке показывает ну да что мы пробились вниз пока ниже волшебный индикатор значит мы еще будем идти вниз но мы достигли разворотной линии дня это 0 987 90 все зависит от того закрепимся мы здесь значит выше значит вернемся и пойдем дальше вверх но если нет ну возможно пробьемся еще ниже пойдем тестировать и вот волшебный индикатор на пятнашках это где-то 0 985 90 ну может быть 0 986 вот где-то так а пока что мы тестиру тестируем разворотной линию дня это то что я хотела сказать по паре доллар-франк следующая пара у нас фунт доллар и так какие ожидания у нас по фунту доллара посмотрите что нарисовались какие вот два канала один конкретный нисходящий а другой вот такой ну слегка боковой восходящий да немножко восходящий боковой значит что нам показывает что мы как бы идем на пересечение недельный но пока что еще тренд нисходящий и вот смотрите что мы коснулись вот этой вот линии этого уровня это 1 213 90 и все зависит от этого уровня закрепимся мы ниже значит мы будем двигаться еще вниз вниз и достигнем 1 196 06 вот следующая цель внизу ну а если еще пробьемся и закрепимся ниже то дальше самая такая низкая цель цель внизу это так что то я так сейчас посмотрим это 1 151 ой вернее 1 154 78 где-то где-то вот так немножко здесь она даже один вот 152 11 вот немножко путаются здесь но то 1 153 ну где-то в этом районе да но если мы все-таки откатим вверх то следующая цель у нас вот если вы закрепимся выше вот уровня 1 215 там 73 закрепимся выше следующая цель у нас 1 221 23 а потом где-то вот 1 233 14 и аж следующее уже 1 247 70 1 248 где-то вот так 49 даже вот такие ожидания у нас по фунту на этой неделе но пока что показывает тренд все-таки нисходящая может быть будет слегка боковой что ли на этой неделе можем телепаться вот в этом диапазоне вот а можем и сюда немножко откатить игру вверх прежде чем продолжить дальше движение вниз может быть пойдет пойдем в откат потому что они вот идут на пересечении но показывает как бы не эта неделя мы вернемся то есть сменим тренд на восходящие так по пересечению то есть как бы следующей неделе но возможно и сейчас что касается сегодняшнего дня то тренд показывает нам нисходящий то есть пересечении мы идем вниз вроде как но пока что видите мы наоборот двигаемся вверх и давайте посмотрим где мы находимся в ну вот волшебный индикатор выше а здесь мы возможно идем к разворотной линии дня это 1 221 50 но пока что на минутках мы вот видите тестируем тоже вот волшебный индикатор пробились выше вроде как закрепились но идем вот в такой вот треугольничек видите даже на минутках идет в треугольничек то есть непонятно еще пока что выше возможно мы будем еще двигаться вверх до разворотной линии дня но возможно и будем обычно вот после такого треугольничка идет вот нисходящий такой треугольник идет продолжение движения вниз но посмотрим что у нас будет что нам покажет день грядущий но пока что вы видите внизу вот находится а я повторюсь волшебный я вам давала денежная такой ноу-хау как лайфхак да вот и показывает нам что здесь мы как бы находимся и оттолкнулись от него а если переключиться на пятнашках то видите что мы находимся гораздо выше то есть мы не достигли вот этой линии не оттолкнулись от нее это позволяет нам предположить что мы скорее всего все таки будем еще двигаться немножко вверх но посмотрим как это отработает и так следующая пара на очереди у нас пара доллар иена не так какие ожидания у нас по этой паре тренд нам показывает как будто вот идем на пересечении то есть показывать что думаем развернуться движение на нисходящее то есть развернуться тренд был вот восходящий вниз ну вот пока что оба как вы канала нам нарисовались как бы такие восходящие посмотрим мы пока что видите как оттолкнулись от этой линии идем вниз цель внизу в откат идем цель внизу вот на уровне цель где-то 103 362 вполне вероятно что мы можем сюда прийти прежде чем продолжить движение вверх тут потому что тренд пока что как восходящий но и заворачивает уже ну то есть вполне возможно что мы можем обновить хай потому что вот следующая цель это где-то вот здесь можем и не обновить да прежде чем развернуться на неделе вниз 105 317 вот цель все зависит от того закрепимся мы выше 104 407 или все-таки ниже пока что мы идем вот на разворотной линии дня 104 046 и вот здесь мы находимся а вот такие ожидания по паре доллар иена ну а в случае пробоя вот 105 167 мы можем дойти до цели 106 172 но повторюсь видите здесь очень сильный уровень поддержки на неделях мы уже столько его времени уходили опять возвращались тестировали поднимались опять вернулись протестировали сейчас возможно еще раз мы вполне вероятно можем сюда прийти это 101 496 но и даже возможно ниже вот относительно сегодняшнего дня нам показывает что мы пока двигаемся вверх то есть тренд восходящий но давайте посмотрим что нам показывает мень младший таймфрейм и увидите мы пробились выше волшебный индикатор а пока находимся выше но если посмотрим минутки то тоже вот видите сколько никак не может закрепиться ни выше ни ниже то есть пока что возможно сегодня будет в такой еще неопределенности это понедельник один тяжелый возможно все не будет в таком узком диапазоне во флете вот так вот да туда сюда пока что видите мы никак не можем закрепиться чтобы обозначить четко куда пойдем вот такие ожидания по основным валютным парам друзья я благодарю вас за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки поделитесь друзьями пишите комментарии задавайте вопросы я всегда рада вам ответить я всегда рада делиться своими знаниями опытом навыками и с вами была анастасия час хорошие вам недели радостные ураганова профита вам и всего-всего вам самого-самого хорошего пока